Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами передача «Лапы и хвост». Ежедневно сотни владельцев домашних животных выходят на прогулку со своими питомцами на улице нашего города. И почти каждый владелец собаки сталкивался с ситуацией, когда слышал свой адрес. Развели тут собак. Людям гулять негде. Иногда проблема стоит так остро, что дело доходит до конфликтов. Почему так получается и кто в этом виноват? Попробуем разобраться. Ангелина, хозяйка Ротвеллера по имени Флёр, старается на прогулках обходить детей стороной. Но не потому, что сомневается в добродушности своей собаки. Дети сейчас разные. От воспитания, наверное, зависит от родителей. Есть дети спокойные, а есть агрессивные. Даже сейчас очень много, мне кажется, детей злых каких-то, которые норовят собаку или ткнуть, или палкой кинуть. По словам владельцев собак, нередко бывают случаи, когда родители, опасаясь за своих детей, пытаются грубо отогнать собаку, невольно провоцируя ее на агрессию. Конечно, воспитанная собака пройдет мимо, не тронет. Есть безответственные владельцы, которые и не воспитывают своих собак, и выгуливают тоже, без поводков, без намордников. Понять молодых родителей можно. В последнее время в средствах массовой информации очень часто встречаются сообщения о проявлении агрессии собак по отношению к людям. Владельцам животных тоже нужно воспитывать своих животных, чтобы они тоже не подбегали к детям, потому что им кажется, что собака добрая, допустим, не покусает, не напугает, но мамы и папы, гуляющие с детьми, и также дети могут быть незнакомы, не иметь опыта общения с животными. Чтобы предупредить опасность, владельцу собаки нужно постоянно быть на чеку. Зоопсихологи подтверждают, хозяин собаки должен отвечать за ее поведение. Надо все время видеть, что делает его собака, независимо, на поводке она или без поводка, и передугадывать ситуацию, чтобы не получилось каких-либо конфликтных ситуаций. Обычно родители тоже не спускают глаз со своего малыша. Не оставлять маленького ребенка без внимания, стараться защитить его от опасности – нормальная реакция любых родителей. Но часто они оказывают своему малышу медвежью услугу и сами закладывают в него страхи, с которыми потом ему предстоит жить. Существуют ситуации, когда сами родители могут пугать ребенка. Допустим, если они ходят гулять, и вдруг увидели собаку, и ребенок к ней потянулся, им уже интересно. Они должны рассказывать, они должны показывать на примере. И обязательно должны быть правила, как вести себя с чужими собаками. То есть, что к ним нельзя подходить, у них нельзя забирать еду, их нельзя дергать за хвост, за уши, за лапы. То есть, как-то лаять на собаку, вызывать у нее агрессию. Об этом дети, даже самые маленькие, должны знать. С секретами воспитания дружной семьи с кошкой и собакой с нами поделился Дмитрий, отец полуторагодовалой Ульяны. У нас дома живет собака и кошка. От ребенка они все стараются скрыться. Потому что жизни от ребенка нет дома. Вся еда, все, что попадается на пути у ребенка, это все его. Звери на втором плане, они к этому привыкли. Своего ребенка мы стараемся научить, что на улице к чужим собакам подходить нельзя. Нужно сначала узнать у хозяев, спросить разрешение. Нередко и взрослые люди боятся собак. Для такого человека любая встреча с животным уже определенная проблема. Если вы идете по узкой тропинке со своей собакой и видите, что человек впереди испытывает страх, резко останавливается, уходит на обочину, сжимает руки, закрывается сумкой, проявите чуткость. Подзовите к себе собаку, возьмите ее на поводок, уйдите в другую сторону или обойдите этого человека. Все мы живем в социуме. Партнер рубрики на прием к ветеринару Центр услуг для животных Велес. На этой собачке был на рентгеновском снимке диагностирован перелом, поэтому она была две недели назад прооперирована по этому поводу. Сегодня у нас день снятия швов. Переломанной лапой травмоскелета у подвижных собак случается нередко, но что делать, если не повезло вашей собаке? Мы решили спросить у опытного ветеринарного врача. Если у вас подозрение на то, что животное травмировало лапки свои, прежде всего вы должны, конечно, зафиксировать конечность. Каким образом это можно сделать в домашних условиях? Проще всего берете две школьные линейки, деревянные. Обкладываете с двух сторон, прибинтовываете все это пластырем или бинтиком, чтобы собачка или кошка лапку не сгибала, и срочно на прием к ветеринарному врачу. Там уже мы делаем рентгеновские снимки при необходимости, и по результатам рентгена уже собачка лечится. Этому малышу породы выпить не повезло. Он сломал себе лапу так, что пришлось вставлять стальную спицу. Операционную шовщик мы сейчас снимем, потом две недели, пару недель собачка еще походит в гипсе. У нее перелом такой, что ей была вставлена спица в косточке для лучшего их сопоставления и сращивания. Через пару недель собаке предстоит контрольный рентген, и если лапа будет в порядке, лангетку и спицу удалят. Это собака беговой породы. По словам врачей, если правильно вылечить сломанную лапу, то даже эта травма не помешает будущей звездной карьере. Партнер рубрики «На прием к ветеринару» Центр услуг для животных «Велес» оказывает услуги по терапии, хирургии, вакцинации и диагностике заболеваний. Работает дневной стационар для животных. Ждем вас и вашего питомца по адресу. Самара, Демократическая, 30, телефон 240-89-00. Партнер рубрики «Все как у людей» Сеть магазинов зоотоваров «Четыре лапы» и «Хвост». В нашем магазине представлен широкий выбор одежды для ваших собак. Это очень красивые платья всяких разных размеров, на маленьких собак, на средних. Много очень красивых маечек со всякими интересными рисунками, даже вот такие вот маленькие со страйзиками. Гламурная дива или стильный спортсмен. Одежда для собак может не только защищать от грязи и холода. Теперь ваш питомец станет настоящим украшением и на прогулке он точно не останется незамеченным. На мальчиков есть темные вот такие вот костюмчики спортивные. То есть тоже на прогулке очень удобно одеться, собачка не испачкается, особенно если собака ходит в длинной шерсти. Такие породы, как йорки, шицу, допустим. Также летом очень актуальны пыльники. Они легкие за счет своей ткани, но собачка на прогулке у вас не испачкается и очень удобно. Для девочек пыльнички есть вот такие вот, как плащики. То есть здесь такая юбочка красивая. Для девочек есть еще один важный элемент гардероба. Трусики для собак помогут красиво решить проблему гигиены. Трусики собачки можно одевать во время течки. То есть собачка уже не испачкает вам квартиру. И если у вас проживает больше одной собаки, они могут находиться вместе, и у вас внезапно не получится щенков. На мальчиков есть просто вот такие вот коричневые трусики. Ну, в качестве красивого аксессуара можно одевать. Одеваться красиво могут не только Йорки и Литои. Хотя выбор одежды и потребность в ней у маленьких собак гораздо больше, их крупные братья тоже не останутся без униформы. Для больших собак тоже есть одежда. Это дождевики. Очень удобно летом в дождь на прогулку одевать. Также собакам с длинной шерстью, но и короткошерстным собакам более приятно гулять, комфортнее гулять на улице. Кроме плащей, костюмов и маек, для четвероногих друзей есть носочки и ботинки. Обувь незаменима, если животное травмировало лапу. Носочки нужны собакам после операции. Многие надевают ботиночки, когда на улице слякать. Партнер рубрики «Все как у людей» сеть магазинов золотоваров «Четыре лапы и хвост». Магазин интересных золотоваров для любителей и профессионалов. Адреса магазинов в Самаре. Проспект Карла Маркса, 179, улица Победы, 10 и Новосадовая, 139. Ящерица-змеи и крокодила-хладнокровная половина в Самарском зоопарке не просто внушительная. Огромный тигровый сетчатый питом на самом деле – опасные хищники. К примеру, скажем, сетчатый питом, который живет в нашем зоопарке, известны данные, что он соперничает с самой анакондой. Эти змеи могут охотиться на добычу, которая превышает 5-6 раз их размеры головы. То есть это поросенок массой 50 килограмм, либо это антилопа. Есть и маленький питон королевский. Такие можно заводить в домашних террариумах. Эти рептилии для человека безобидны. Но по сравнению с полутораметровой змеей, гадюка совсем малышка, зато таит в себе большую опасность. Эти змеи обитают и в нашем регионе, и, бывает, заползают в дом. В такой ситуации человеку нужно соблюдать спокойствие, не надо бегать, метаться по своему жилищу. Лучше, конечно, обратиться с телефона к специалисту, если нет никаких навыков. Далеко не все змеи ядовиты. Вот эта молочная змея только притворяется страшной. На самом деле ее окрас нужен для того, чтобы отпугивать других животных. Наводить страх у нее получается отлично. Прозвище молочное она получила от крестьян, которые обвиняли несчастную змею в том, что из-за нее у коров пропадает молоко. Еще одна рептилия, пострадавшая от рук человека, крокодил. Совсем недавно его нещадно истребляли ради шкуры. Сотрудники зоопарка этого зубастого гиганта очень любят. Говорят, характер у Кузи просто ангельский. С ним очень интересно работать, поскольку все многие считают, что это очень опасное животное. Но когда ты понимаешь его характер и нрав, с ним легко работать, легче даже, чем с собакой. Крокодил узнает сотрудников зоопарка в лицо и по голосу. Когда в дверь вольера Кузи поворачивается ключ, трехметровая рептилия тут же подходит за своим обедом. Если опускаем жалюзи, он знает, если он едет на берегу, он знает, он уберет свой хвостик, чтобы жалюзи не придавило его. Для того, чтобы сотрудники могли поработать у нас в его водоеме. Еще одна видна рептилия – игуаны. Красивый ракет с длинными когтями яркой шкурой делает их похожими на мистических огнедышащих животных. Этот самец игуаны пока в зоопарке заглавного. В 2012 году его избрали местным драконом. И даже нашли ему пару. 14 февраля игуан Антуан и игуана Анна поставили свои подписи в специальном свидетельстве. Так что теперь эта пара – единственная, заключившая законный брак в самарском зоопарке.